ДИАЛОГ Штурм, который пройдет в Ханты-Мансийске. Максим, приветствую. Здравствуйте. Для начала не могу не спросить о ваших впечатлениях о реконструкции, которую посвятили началу Великой Отечественной войны, которая прошла 22 июня у нас здесь в Суркуте, в пойме Аби. Довольны ли вы тем, как она состоялась? Сами мы очень довольны, как все прошло очень замечательно. Насколько трудно самим реконструкторам угодить, насколько это хорошо получилось, но нам понравилось. У вас самокритика всегда включается? Да, самокритика. Конечно, хочется, чтобы было все лучше, 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 но в этот раз, я могу сказать, без каких-то помарок все очень хорошо получилось. Фестиваль Штурм, предмет нашего разговора сегодня, вот он в прошлом году проходил у нас в Сургуте. В нынешнем году местом проведения выбран Ханты-Мансийск. Почему? Это не из-за того ли, что в нашем городе на 2018-м чуть меньше людей пришло на фестиваль, нежели мы планировали? Нет, конечно. Это фестиваль окружной. Это, в принципе, стараемся каждый год менять город вместо дислокации. Это у нас и в Нефтьюганске, и в Ханты-Мансийске уже не первый раз пройдет. В Сургуте в прошлом году первый раз прошел Штурм. Как бы стараемся, можно сказать, гастролировать так по городам. Думаю, это хорошая практика. Ну, чтобы все посмотрели, чтобы все приняли участие. Вот Клуб Арсенал у нас, я не знаю, насколько вы организаторы, вы скорее соорганизаторы, участники фестиваля Штурм. Но, тем не менее, какова программа в этом году для тех, кто хочет поехать в столицу Югры и стать участниками этого события? Программа мероприятия включает с собой работу восьми или около того интерактивных площадок. Формат примерно для сургутян, кто был знаком, как в прошлом году, тоже интерактивные площадки будут. И через какое-то время после начала открытия интерактивных площадок, через пару часов пройдут уже такие мини-реконструкции по разным периодам. У нас, получается, само мероприятие, интерактивные площадки откроются в 12 часов и продлится их работа до 18 часов. То есть на протяжении даже этих реконструкций, мини-реконструкций, интерактивные площадки также будут работать, можно будет посмотреть. А с 14 до 16.00 будут проходить мини-реконструкции, поделенные на четыре временных отрезка. Это под названием... Первый — это под названием «Бой на мечах». Он соответствует истории России 13-14 века. Потом это атака на полевой аэродром. Это уже относится к периоду Великой Отечественной войны. Где-то в Афганистане. Ну, само за себя говорит. Само за себя говорит, да. И захват заложников — это более такая современная тема. Я вот смотрю, что участники будут, как обычно, со всех уголков нашего региона. Вот на временных рамках фестиваля хотелось бы остановиться подробнее. Здесь есть дата, которую мы еще не реконструировали и не видели. Это будет фишка этого фестиваля. Да, именно такая вот фишка в этом году. Это 1812 год. Ранее в фестивале, вот их прошло пять штук, пять лет в прошлом году было. Ни разу за это время у нас период наполеоники, так называемый, не участвовал. Но я думаю, сам впервые это увижу и думаю, будет интересно. Здорово, да. Там костюмы очень красочные такие. Интерактив там получится, может, весьма неплохой, интересный. Что клуб «Арсенал» повезет в столицу Югра? Ну, мы, как обычно, как бы известно, чем мы занимаемся. Это период Великой Отечественной войны и Афганистан. Ну, это основное, так сказать. И, собственно, мы и технику какую-то, и людей тоже повезем по этим двум периодам. То есть вы и выставку организуете, и в реконструкцию будете участие принимать? Это, конечно, небольшой состав клуба. Ну, ввиду того, что надо доехать там и отпуска еще, тоже немаловажно. Да. Вот так вот. Небольшим таким составом приедем, поучаствуем. Также местные нам помогут, там, из других городов тоже. Они приезжают также по Великой Отечественной войне. Как бы соберем и весело проведем фестиваль. В том году, когда готовили реконструкцию к Афганистану, я помню, была сложность в поиске героев, так скажем, да, которые сыграли бы маджихедов. В этом году она сохраняется или народ более активно идет и принимает участие? Ну, в этом году, как бы, также есть небольшой дефицит в данных образах, но уже попроще, потому что какие-то наработки, те же костюмы остались с прошлого года. И уже немножко попроще в этом плане работать. Какими фишками будем хвастать в этом году? Пушку ЗИС-3 наш, наверное, да, любимую показите в Фанты Монти? Планируется, да. Одну-то точно. Я думаю, довезем и пахнем. А вот те автомобили, которые были, даже, допустим, вы привозили на парковку перед Ледовым дворцом, перед автопробегом, посвященным 9 мая, там и почтовые были автомобили, причем с реальной историей, они тоже поедут в Ханты? Тут я еще затрудняюсь сказать, все зависит от хозяев этих автомобилей и на чем их будут транспортировать. Все же это технический такой момент, который мы можем что угодно запланировать, а вот может поменяться все. Не каждая машина выдержит, да, 350 километров, я поняла. И, Максим, последний вопрос, а что будет дальше после штурма? Вы пойдете в отпуск или вы уже планируете какую-то новую реконструкцию, а может быть заострите свое внимание на поиски трофеев каких-то? Ну, традиционно у нас сезон, как бы такой реконструкторский, он длится до июля. В августе чаще всего мы берем отдых, уходим в отпуска, разъезжаемся, кто-то отправляется на поисковые какие-то работы. А там уже в сентябре возвращайтесь, у вас музей здесь свой? Нет, музей, конечно, в сентябре, кому на работу, кому в школу, в университеты. Возвращаемся, делимся впечатлениями из отпуска, конечно же. Как я провел лето. Да, как я провел лето. И начинаем, можно сказать, думать над следующими реконструкциями. 9 мая. Кажется далеко, а здесь на самом деле близко. Максим, спасибо большое. Мы будем ждать от вас новостей. До встречи в Ханты-Мансийске. Это была программа «Диалог». Я желаю вам только хороших новостей. Увидимся на наших каналах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова